Президент Владимир Путин заявил, что действующую систему образования необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе. Какие изменения претерпела сфера регионального образования за последние годы? Что будет с ЕГЭ и какие возможности предоставляет отрасль талантливым ребятам? Об этом и не только. Мы говорим сегодня с директором департамента образования Ирина Лобода у нас в студии. Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Здравствуйте. Что самое главное в основной повестке в сфере образования сегодня? Наверное, я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас одним из самых главных является, конечно же, реализация национального проекта образования и региональная система образования не исключение. И как раз национальный проект образования позволил нам очень многие задачи решить. И прежде всего, это вопросы инфраструктурные, появление новых образовательных учреждений, в которых возможно совершенно по-новому организация образовательного процесса. Появление кванториумов, появление мобильных кванториумов, достаточно серьезное совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений. И, конечно же, особое внимание к ребятам с ограниченными возможностями здоровья, то есть такого внимания к таким учреждениям, которые занимаются данной категорией наших ребятишек, наверное, давно уже не было. Поэтому сейчас мы можем с вами говорить о том, что вот эти новые современные условия в системе образования, они созданы и продолжаются совершенствоваться для того, чтобы учителю было комфортно, чтобы дать возможность педагогу использовать новые инструменты, новые возможности для организации образовательного процесса, потому что, абсолютно верно, сейчас очень многое меняется, очень меняются технологии. Даже сама роль педагога, она во многом сейчас претерпевает свое изменение в содержании профессии учителя. То есть сейчас это не только передача знаний от поколения к поколению, это, конечно же, и воспитание, это, конечно же, обучение ребенку коммуникативно, компетенциям, обучение ребенку возможности быть успешным, социализация, безусловно, это и выбор профессий. То есть вот весь этот спектр задач, которые сейчас решают педагоги. И в целом национальный проект, он и позволяет, наверное, нам по целому ряду направлений очень серьезно продвигаться вперед. Это инфраструктура, работа с кадрами, создание новых программ, которые приходят в жизнь образовательных учреждений. Вот то, что вы последнее сказали, это главное приобретение в этой сфере благодаря нацпроекту? Я думаю, что, безусловно, да. То есть таких вложений, наверное, такого внимания со стороны государства к сфере образования, в общем-то, достаточно давно не было. То есть, ну, только пример, яркий пример этого года. Это 750 миллионов, это бюджет развития системы образования, из которых 550 – это федеральные средства. То есть вот это очень такой серьезные возможности, которые нам предоставляет национальный проект, безусловно. Завершился масштабный форум «Проектория». Какие, скажем так, он проводится в девятый раз уже в Ярославле, и какие новшества он принес в 2021 году? С 2013 года проходит форум, он претерпевал свои изменения. Каждый год он что-то, в чем-то отличался, чем-то был интересен, наверное, особенно. Этот форум, этот год, ну, учитывая определенные ограничения, он, по сути, стал уникальной возможностью только для ярославских ребят, потому что участвовали 400 наших школьников и 100 педагогов из Ярославля. Вот в очном формате все остальные регионы работали с нами дистанционно. И вот это была, на самом деле, уникальная возможность нашим школьникам попробовать себя, во-первых, узнать достаточно много. Не случайно девизом форума, слоганом его был «От замысла к результату». То есть попробовать, во-первых, себя, сформулировать какие-то идеи, узнать, какие инструменты есть, чтобы вот эта идея на самом деле пришла к результату. И если первый день был такой мотивационный, то есть вот ребят, что называется, заряжали наши спикеры, заряжали все те взрослые педагоги, да, кто участвовал в том, что они могут, что они умеют, что они уже обладают многими знаниями, только нужно еще немножечко попробовать, узнать и не бояться своих идей. Второй день он был днем, когда ребятам педагоги, спикеры, эксперты представляли те инструменты проектной деятельности, которые позволяют реализовать свой проект. Ну а третий день, этот третий день был день решения кейсов Ярославской области, которые мы подготовили для ребят. Они показывали, как они освоили, да, те знания, которые приобрели во второй день, и предлагали какие-то решения интересные очень даже достаточно. А чем было обусловлено то, что вот именно из Ярославской области дети будут в очном участвовать? Ну, тем, что все-таки ограничения, связанные с коронавирусом, они присутствуют, и есть достаточно жесткие требования, которые профилактические мы должны соблюдать. Поэтому вот в таком формате форум состоялся, и я думаю, что это для нашего региона огромный подарок. Наш регион называют местом рождения талантов. Какие условия для талантливых детей может предложить сегодня региональная система образования? Я думаю, что вот этот вопрос, он во многом в продолжении, наверное, нашего разговора, когда мы говорили о национальном проекте. Наш регион всегда был очень сильный с промышленным регионом, всегда очень сильна была инженерная школа, и техническая направленность всегда в учреждениях дополнительного образования была очень-очень хорошо представлена. И вот появление двух кванториумов, мобильных кванториумов, IT-кубов, то есть вот это все, наверное, в развитии тех традиций, которые были в нашем регионе, и это тоже возможности для наших ребят. Не забывают, конечно, мы и другие сферы приложения талантов наших ребят, и гуманитариев прежде всего, и мы видим, как они успешно участвуют во Всероссийской Олимпиаде школьников, и в таком интересном, знаковом проекте «Умники и умницы» Ярославии, и в целом, да, Всероссийский проект «Умники и умницы». И по целому ряду мероприятий, событий наши ребята очень-очень активны. Это говорит о том, что вместе с родителями педагоги умеют находить те, наверное, таланты, да, и в чем увидеть, в чем же ребенок будет успешен, и, соответственно, предлагать им возможности участвовать в тех или иных событиях. Насколько востребовано оказались вот все то, что вы перечислили, кванториумы и тому подобное? У нас практически формируется новый контингент, ну, не очень такое, да, слово жесткое оно, но количество обучающихся буквально в первые дни, как только объявляется прием в кванториум, или приезжает мобильный кванториум заниматься в тот или иной муниципальный район. IT-куб точно так же, как и в Переславле, и в Тутаеве достаточно активны. Но можно посмотреть и по нашим учреждениям, такие как Центр технического творчества, Центр детей и юношества, когда вот этот широкий спектр программ, которые предлагаются данными учреждениями, достаточно быстро записываются ребята, с удовольствием приводят родители. Поэтому я думаю, что это как раз говорит о том, что это на самом деле дает свои результаты. Продолжая разговор о талантливой молодежи, в регионе есть банк талантливой молодежи, да? Насколько я помню, он за последние пять лет в банке числилось 60 тысяч человек, талантливых школьников, и более 15 тысяч их педагогов, как сейчас обстоит? Прирост идет, но здесь, наверное, не столько банк детей и педагогов, сколько банк достижений. То есть, когда мы фиксируем успех того или иного школьников на тех или иных событиях, мероприятиях, конкурсах, проектах. И, соответственно, конечно, сейчас это значительно большие цифры. И используем эти данные для того, чтобы увидеть, во-первых, талантливых ребят, помочь их сопроводить, подсказать, где они еще могут себя проявить и заявить, может быть, где-то еще поучаствовать. И, конечно же, анализируем очень серьезно и внимательно, а где учреждения дополнительного образования школы предоставляют тот или иной спектр программ, а где, может быть, есть потребность, желание ребята участвовать в тех или иных событиях самостоятельно. И, может быть, здесь стоит еще прирастить и какие-то другие направленности также развивать. Ирина Валентиновна, следующий вопрос может быть немного общий, но все-таки, мне кажется, он в тему, как говорится, сегодняшнего нашего разговора. Какова формула хорошего образования? И какую роль в этой формуле, если она есть, сегодня уделена учителю, педагогу? Я думаю, что это синтез, такое объединение, консолидация усилий всех, и родителей, и педагога, и самого школьника, ребенка, и огромное желание со стороны ребенка, и понимание родителей, и педагога, в чем успешен данный ребенок, какими техниками, методиками, технологиями стоит работать с данным ребенком, чтобы он на самом деле почувствовал, что сама ситуация успеха, она ведь, по сути, очень мотивирующая. И поэтому, создавая такие ситуации успеха, я думаю, мы и можем говорить о том, что данный наш ребенок, школьник будет состоятелен и будет в будущей профессии состоятелен. Поэтому, наверное, формула, если говорить о формуле, то это, конечно, вот эти три составляющие. Безусловно, педагог в данном случае, наверное, порой играет решающую роль, потому что именно он, как советчик, как тот, кто подскажет, поможет и будет рядом. Ну, а родители без их помощи просто невозможно, потому что именно они, наверное, во-первых, знают своего ребенка лучше всех, во-вторых, именно они в любой ситуации всегда остаются с ребенком, и я уверена, что очень любят своего ребенка. Уже у нас любимый праздник в сфере образования, я думаю. Во всей стране этот День Учителя коллектив Первого Ярославского присоединяется ко всем поздравлениям с этим праздником. Поздравляем вас, Ирина Валентиновна. Валентиновна, поздравьте своих коллег и вы. Спасибо большое. Воспользуюсь возможностью и также передам слова поздравления моим коллегам, коллеге с нашим профессиональным праздником. Мудрости, силы, оптимизма. Надеюсь, что все слова, которые будут звучать в ваш адрес в этот день, станут основой для вашего вдохновения и ваших успехов в профессиональной деятельности. С праздником, коллеги! Спасибо большое, Ирина Валентиновна, за обстоятельную беседу. Ну а я напоминаю то, что гостем нашей студии сегодня была директор департамента образования Ирина Лобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин